Еще в начале прошлого века парк Ривьера был особенным местом. Здесь любили назначать встречи и проводить свободное время и местные жители, и гости города. Впрочем, все то же самое и спустя 120 лет со дня основания парка. Ривьера остается едва ли не самой главной достопримечательностью курорта. При этом детали, сохранившиеся с давних лет, до сих пор в центре внимания гостей. Скульптура «Лань с детенышем» – старейшая. Ее установили в парке в конце 30-х годов прошлого века. Эта скульптура была заказана для горы Ахун. Но она так понравилась местным городским властям, что ее решили оставить в парке Ривьера. С тех пор она здесь стоит, и практически у всех сочинцев и отдыхающих обязательно есть фотографии дома в семейном архиве на фоне этой парковой скульптуры. Еще одна деталь, которую можно найти на фотографиях прошлого века – это чайки. Правда, раньше они украшали фонтан. Позже его демонтировали, скульптуру отправили на склад. В 2014 году птицы обрели вторую жизнь и вошли в список достопримечательностей парка. Неоспоримой гордостью Ривьера остаются многие годы поляны дружбы и космонавтов. Там, где в разные годы самые известные личности планеты своими руками высадили молодые саженцы, сегодня с трепетом охраняют многолетние деревья. Парк чтит эти традиции. Последнее время, последние годы, в честь 55-летия со дня первого полета в космос Юрия Гагарина, наши известные космонавты в 2016 году высадили магнолий здесь, Иванченков, Лавейкин и Трещов. 120-летняя история парка полна разными событиями. Год от года это место совершенствовалось и развивалось. Как итог – признание гостей, которые регулярно проводят свободное время на просторах Ривьеры. Очень интересен, очень познавателен. И надо сказать, что каждый год у него приобретает он все больше и больше актролуционов интересных. Очень много познавательного. Мы в первый раз в дефонаре попали. Вот ребенок у нас первый раз в дефонаре. Очень в восторге был ребенок в дефонаре. Вообще классно все понравилось. Ко мне приезжает каждый год вот внучок Кирилл из Москвы. И мы каждый день гуляем в этом парке. Я хочу признать, что парк Ривьера – лучший парк в нашей стране. Лучше, чем парк Горького, например, в нашей Москве. Мы любим больше ходить по тенистым аллеям, когда очень жарко. Приводим сюда детей и внуков. Они с удовольствием катаются на всех аттракционах. В свой день рождения парк принял гостей больше обычного. Прохожим раздавали то воздушные шары, то бесплатное мороженое. Причем сюрприз предназначался не только детям. Ведь в парке Ривьера каждый на какое-то время становится ребенком. В одном конце парка зазвучал оркестр, в другом начался эстрадный концерт – праздник развлечения на каждом шагу в буквальном смысле. Конечно, не обошлось без жемчужины парка. Главные герои рыцарского турнира – конного театра продефилировали перед гостями юбилея. Вечером всех порадовали огненным шоу и дискотекой. 120-й день рождения Ривьеры прогремел на славу. Впрочем, от лучшего парка-курорта другого и не ждали. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.